Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президент. В первую очередь, конечно, я хочу высказать слава благодарности организаторам Сергею Николаевичу за возможность выступить. И тема доклада нашего сегодня, она достаточно сложна, достаточно неоднозначна. Это проведение повторной радиохирургии у ранее облученных очагов. Ну, наверное, уже традиционно, что в наших докладах мы стараемся продемонстрировать свои собственные результаты в первую очередь и сравнить, провести какой-то сравнительный анализ с теми результатами, которые есть в мире. Сначала давайте поговорим с определениями. Первое. Значит, что мы понимаем под словом «локальный рецидив»? Локальный рецидив – это рецидив в зоне ранее проведенного локального лечения, хирургического или лучевого лечения. Что мы понимаем под словом «дистантные метастазы»? Это появление новых очагов вне зоны ранее проведенного лечения, потому что терминологически иногда бывают путаницы. И мне бы хотелось остановиться на вот таком понятии, как сальважтерапия. Это разные мы видим определения этого. В частности, одни говорят, что это спасательная терапия. Один из вариантов перевода терапии отчаяния, но мне кажется, ни то, ни другое неправомощно, потому что это та терапия, которая проводится вне стандартных клинических ситуаций, вне рамок клинических исследований и вне рамок существующих рекомендаций. Теперь поехали дальше. Наши цели, исследования наши – оценить эффективность повторной радиохирургии локальных рецидивов пациентов с метастатическим поражением головного мозга. Немножечко расширю это понимание, что понимаем по словам «эффективность». Это, конечно, в первую очередь локальный контроль. Далее мы понимаем и вернее выбираем ту группу больных, где мы провели радиохирургию. Возник рецидив в зоне проведенного лечения, и мы проводим повторную радиохирургию. То есть это исключительно вот эта выбранная группа больных. Дистантные метастазы или рецидивы после хирургического лечения и облучения всего головного мозга из этой когорты пациентов исключены. Характеристика пациентов, вот здесь она представлена, я не буду долго на ней останавливаться. Всего у нас 109 пациентов отобрано, это те, которые получили повторную радиохирургию. На первичной радиохирургии было облучено 427 очагов, а 132 очага локально рецидивировали, по поводу которых в дальнейшем проводилось лечение. По характеристикам лечения две радиохирургии было проведено, еще раз повторюсь, у 109 пациентов. Из них чисто локальные рецидивы были у 25 пациентов. Локальные рецидивы в комбинации с дистантными метастазами у 75 пациентов. Мы проводили облучение как локальных рецидивов в этом варианте, так и дистантных метастазов. Три боли радиохирургии. Три радиохирургии мы провели у 30 пациентов, опять же, это касательно группы 109 пациентов. Четыре радиохирургии, 8 пациентов, 5 радиохирургии, 2 и 6 радиохирургий было проведено у одного пациента. Но это касается как локальных в этой группе, так и в дальнейшем развития дистантных метастазов. Из дополнительных лечебных опций нейрохирургии, опять же, это после повторного нашего лечения, была проведена у 28 пациентов. Стереотоксическая радиотерапия в режиме гипофракционирования была проведена у 7 пациентов. Облучение всего голова мозга в дальнейшем получило 23 пациента. Таргетная терапия проводилась у 26 пациентов. Хочу особо обратить внимание, да, это почти каждый четвертый пациент. Противоопухолевая терапия 32, а вот отсутствует данных о проведении того или иного лекарственного лечения, но есть у 50 пациентов. В общем-то, пациенты, представленные нами, получили достаточно агрессивное лечение. Краткая характеристика пациентов на этапах первой и второй радиохирургии. Ну вот вы видите в первой, что касается времени развития хирургии, это самый крайний слайд в столбце от вас, оно приблизительно одинаковое. То есть время до развития рецидивов, это просто медиана наблюдения, приблизительно равна раз. Предписанные изодозы, мы по краю подводим дозу в случае проведения радиохирургии, немного отличаются. У нас 20 грей на повторной радиохирургии, чуть-чуть доза снижена. И значительно для различия, обращаю ваше внимание на крайний столбец слева, это различия в объемах, которые были на этапе первой радиохирургии и второй радиохирургии. Общая выживаемость представлена на этом слайде. Мы имеем выживаемость медиану 19,7 месяцев. Это достаточно большая медиана, но хочу обратить ваше внимание, что медиана здесь выживаемости определяется как проведением, во-первых, повторного локального лечения любого рода, так и проведение системного лечения. Что касается локальных рецидивов, вот на крайнем слайде от вас слева представлены локальные контроли пациентов после первой радиохирургии. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что анализ мы проводим исключительно по очагам, не по пациентам, поэтому здесь надо тоже это понимать. Всего у нас более 2000 очагов, и видите вот тот локальный контроль, который представляется после первой радиохирургии. И обратите внимание на правую половину слайда, где представлен локальный контроль после проведения повторной радиохирургии. Мы видим увеличение числа рецидивов после проведения повторной радиохирургии. Совсем другая картина. Что касается радионекроза. Ну, отдельно, конечно, надо поговорить по поводу радионекроза. Тем не менее, в текстовом виде представлено количество радионекрозов, которые развились после первой радиохирургии. Опять же, обратите внимание, на сроки 6 и 19 месяцев после первой радиохирургии радионекрозы развиваются у 2,4 и 11% пациентов. И обратите внимание, какое число радионекрозов развивается у пациентов после проведения повторной радиохирургии. Картина существенно меняется. Мы констатируем тот факт, что радионекрозы и локальные рецидивы после проведения повторной радиохирургии существенно выше. Следующая позиция – дифференциальная диагностика. Ну, очень сложно мне на эту тему говорить, потому что это вообще тема отдельного доклада. Это наиболее сложная часть нашей работы, потому что чаще всего мы имеем рецидивы и радионекрозы в одном очаге. Но на данном слайде представлен просто типичный пример, как мы подходим к дифференциальной диагностике и к облучению или определению объемов облучения. Это у пациента разве, как вы видите, краевой рецидив после ранее проведенной радиохирургии. Для дифференциальной диагностики мы достаточно широко применяем ПЭТ-сметианином, СКТ-перфузию, различные варианты МР-перфузии. В данном случае это ПЭТ-сметианином, который, обратите внимание, очень четко определил нам объем облучения, который был проведен по поводу вот этого вот рецидива. Еще одна тема, которая, к сожалению, тоже в этот доклад вряд ли войдет, но мы проводим облучение строго по краю, мы не делаем отступы. Мы очень часто видим сообщения или пациентов, которым проводят краевые отступы при лечении метастазов. Мы это не применяем. Считаем, что любое увеличение краевого отступа от метастаза приводит к увеличению радионекрозов и частоты осложнений. Причем планирование край-край не увеличивает частоту рецидивов. Что же мы делаем, какую задачу мы ставим? Все это проводится до того, чтобы все-таки определить, какие факторы прогноза существуют после локального рецидива, существуют после первой радиохирургии. И особенно нас интересуют факторы, которые приводят к развитию рецидива после проведения повторной радиохирургии. Но поскольку анализ по очагам, то вот эти вот объемы, вот эти вот клинические или вот эти факторы взяты в анализ. Это тип опухоли, это объем очага. И мы, наверное, впервые здесь попытались проанализировать, это пока еще только попытка проведения анализа гистограмма дозы объема. Что же все-таки влияет на рецидив? Это краевая доза радиации, то, что мы отпускаем дозу по краю. Это минимальная доза очаги. Это доза, которая приходится на 95% объема. Или доза, которая приходится на 90% объема. Вот пока вот эти факторы мы взяли для того, чтобы понять, что же все-таки будет более значимо для развития локальных рецидивов. Однофакторный анализ я пропущу, потому что времени у нас не так много. И сразу мы суммируем результаты в виде многофакторного анализа. Итак, что получается на проведении повторной радиохирургии? Факторами, значимыми факторами прогноза, является минимальная доза радиации в очаге более 20 грей. Вы видите все соотношения рисков и статистическую значимость. И объем очага менее 1 кубического сантиметра, который является факторами лучшего прогноза. Что для нас оказалось немного неожиданным, что тип первичной опухоли не является фактором прогноза. Хотя после первой радиохирургии морфологии тип опухоли чрезвычайно значимый фактор прогноза. Очевидно, этот параметр в процессе облучения уже теряет свое значение. Ситуация в опухоли кардинально, вероятно, меняется. Что касается радионекроза. В радионекрозе мы опять же видим, что значимым фактором прогноза все-таки является доза. Но тут уже тип опухоли является фактором прогноза развития радионекроза. То есть при немёкоклечном раке лёгкого, при раке молочной железы, раке почки, достоверно чаще развиваются радионекрозы в сравнении с колоректальным раком меланомы. А вот объем облученного очага и краевая доза радиации опять же не подтверждают своего значения в многофакторном анализе. Что нам это даёт? Это первая попытка, пожалуй, определить всё-таки шкалу прогноза. Попытаться построить шкалу прогноза локальных рецидивов. Понятно, что ещё есть над чем поработать, есть над чем подумать. Но вместе с тем эти факторы позволяют нам сформировать две группы больных. Если мы по баллам это всё распределим, то получается пациенты, у которых 0 баллов, то есть отсутствуют прогностически хорошие признаки, или 1 балл. Посмотрите, как частота рецидивов меняется. Если на сроке до 10 месяцев приблизительно у нас идентичные показатели локального контроля, то с 10 месяцев кривые серьёзно расходятся, и в группе высокого риска локальной рецидива развиваются 26% больных, и дальше эта уже ситуация становится слабо контролируемой. Это до группы больных с высоким риском локального рецидива. Иная картина совершенно в группе больных, у которых прогностический фактор все присутствуют, хорошие. Но теперь касается сравнительных аспектов, это самая такая интересная, возможно, самая сложная часть. Здесь выбраны основные серии проведения радиохирургии локальных и вообще рецидивов. Это касается интеркорниарный контроль. Найти, конечно, какую-то связанную серию исключительно касающихся локальных рецидивов после радиохирургии пока достаточно сложно. Но, тем не менее, вот эта таблица, она, наверное, какую-то суть и вообще отражает. Нас интересуют, собственно, рецидивы применения радиохирургии не только после ВБРТ, а в основном после радиохирургических серий. Это последние серии, особенно интересные кемосерии или вот там. Ну вот у нас, смотрите, 20 грей. Мы, конечно, не поддерживаемся, мы придерживаемся тех данных, которые приводят вот здесь авторы, касательно доз 14 грей, 18 грей. То есть медиана доза, которую мы подводим на второй радиохирургии, 20 грей. Это не значит, что мы ее не снижаем. Мы снижаем, когда достаточно большое объем облучения, но, тем не менее, медиана 20 грей мы стремимся все-таки дозу интенсифицировать, даже на повторной радиохирургии. Что касается локального контроля, вот это наша цифра 79,3, годичный локальный контроль. Ну, средние цифры. Средние цифры, конечно, предстоит проанализировать вот эти серии, которые представлены радиохирургии, особенно на гамма-ноже, и понять, чем мы отличаемся, и почему, предположим, на радиохирургии демонстрируют такой высокий локальный контроль, как повторный, подчеркиваю, 95, 91. Это отдельный разговор уже, наверное. Что касается медиана выживаемости, у нас 19,7 месяцев. Я еще раз подчеркиваю, ну, тоже какая-то средняя, я думаю, цифра, потому что повторная радиохирургия – это уже пациента, который лечится достаточно агрессивно, и шансы на выживаемость у них достаточно высокие. Медиана выживаемости после второй радиохирургии, ну, все, вкладывается 7,2 месяца. А вот что касается радионекрозов, радионекрозов у нас почти у 30%. Но, уважаемые коллеги, вообще радиохирургия – это ситуация, при которой мы стремимся к радионекрозу, мы его создаем. Другой вопрос, наверное, мы должны обсудить симптоматические радионекрозы. К сожалению, в нашей серии мы не можем в таком иногда ретроспективном анализе не можем выделить чисто симптоматические радионекрозы. Вот ориентировочно складывается впечатление, что это радионекроз у нас не превышает 10%. Но поскольку мы чаще всего ставим эту ситуацию по МРТ или по другим методам исследований, то я привожу здесь симптоматические и асимптомные радионекрозы, которые, еще раз, рентгенологически звучат в том или ином виде. Результаты наши достаточно прилично укладываются в серию, которые есть. Вот пример, который я, наверное, уже приводил на одной из конференций, но я его приведу, потому что случай законченный. Мы его докладывали несколько раз, пока еще все события у нас не свершились. А на сегодняшний момент времени свершился. Вот тут пациентка с ракомолочной железы, у которой было множественные метастазы. Один из метастазов в стволе мозга, собственно говоря, по поводу которого была проведена повторная радиохирургия. И если, когда мы на самых ранних этапах в 2013 году эти слайды демонстрируем как исключение из правил, то я думаю, что сейчас мы уже, наверное, этот слайд будем демонстрировать как подтверждение той системы, которая применяется, во всяком случае, в нашем центре. Итак, первые радиохирургии, ствол мозга, еще раз подчеркиваю, дали 12 грей. Ну, наверное, это не очень правильно было тогда решение в то время, потому что сейчас мы, конечно, гораздо более высокие дозы даем. Мы ориентируемся на ствол мозга, на ограничение по токсичности. Но, тем не менее, 12 грей дали, пациентка наблюдалась. И вот у нас визуализируется рецидив, по поводу которого, да, была проведена повторная радиохирургия. Через 10,7 месяцев. Дальнейшее наблюдение этой пациентки, в общем-то, показывает продолженный рост в дальнейшей. Это плюс 10 месяцев, это уже теперь от предыдущей радиохирургии. Проведена повторная радиохирургия уже второго локального радиодива, то есть третья фактическая радиохирургия. Проведена, еще раз подчеркиваю, это ствол мозга. Мы дошли до симптоматического радионекроза, достаточно тяжелая ситуация. Была в неврологическом аспекте стволовая симптоматика была. Пациентка получала белотузумаб и не очень хорошие здесь снимки серии, но, тем не менее, здесь можно увидеть, насколько редуцировалось радионекротическое повреждение, в процессе терапии с белотузумабом ситуацию у пациентки значительно улучшилось, новых очагов в головном мозге не было. Экстракорниально достаточно хороший эффект. Пациентка имеет очаг стволя мозга с радионекрозом симптоматическим. Пациентка доживает до своего очередного третьего уже локального рецидива. Мы достаточно долго держали ее на белотузумабе симптоматике, у нее была достаточно стабильная неврологическая. Но, тем не менее, последний рецидив поставил перед нами условие либо симптоматическое лечение, либо какие-то другие режимы лечения, либо родственники были настроены на лечение, и мы провели четвертую радиохирургию на этом фоне. Итак, четыре радиохирургии на ствол мозга. У нас последнее наблюдение через 50 месяцев. Все-таки мы очаг контролируем, с одной стороны. С другой стороны, мы имели радионекроз, в общем-то, относительно контролируемый на белотузумабе, но, тем не менее, прогрессирующий. ИПСНК через четыре года, конечно, умерла на фоне нарастания интегральной прогрессии. Сложно сказать, успех или не успех, но это пример того, что четыре года с помощью многократной повторной радиохирургии мы можем контролировать локальный очаг. Что мы имеем в результате этого серия? Еще раз подчеркиваю, это очень предварительные результаты. Конечно, это проведение повторной радиохирургии характеризуется более высокими показателями по случевых осложнений, и все-таки более высокими показателями локальных рецидивов. Хотя это очень сложная вещь, особенно в аспекте диагностики, дифференциальной диагностики радионекрозов и рецидивов. Анализ гистограмм показал, что все-таки не краевая доза, а минимальная доза является более важным предиктором локальных рецидивов радионекрозов. Объем очага и минимальная доза, опять же, повторюсь, это очень важные предикторы. Необходимо дальше совершенствовать прогностическую шкалу рецидивов, которые позволят нам определить, где мы оптимальны с точки зрения радиохирургии, а где нам нужно будет подключать другие методы лечения, включая нейрохирургию и гипофракционирование. Еще один момент. Проводя повторную радиохирургию, мы должны очень четко планировать сопровождающую терапию. На текущий момент времени наиболее оптимальным вариантом является бевоцезунаб. Спасибо. Спасибо огромное, Сергей Михайлович. Кто хочет задать вопросы? Угу, конечно. Сергей Клавовский, пожалуйста. Вы показали интересные данные многофакторного анализа. Там, где это было связано с локальным рецидивом, кистологический тип не влиял, с радионекрозом. Было удастся. Вы как-то сопоставляли эти данные? И как, по вашему мнению, может ли это быть в будущем, может быть поводом для того, чтобы дозу все-таки где-то делать больше, где-то меньше при радиохирургии? Ну, собственно говоря, вообще работа нацелена на два момента. На первый момент это, конечно, все-таки уточнить факторы прогноза. Тип опухоли. Да, это было неожиданно. Опухоль вообще меняется после лечения, особенно после радиохирургии. Мы имеем другую клиническую ситуацию. Это совершенно отчетливо раз. Второе. Нужно ли интенсифицировать дозы? Вы знаете, когда подходим к радиохирургии, особенно локальных рецидивов, мы всегда как бы вот в этой ситуации плаваем. Потому что, с одной стороны, мы смотрим на толерантность окружающих тканей. Да? Чтобы там 100 кубических миллиметров ствола не получали дозу там более 10 игры, например. Да, достаточно важно. Но в последнее время у нас есть ряд ситуаций, когда мы не смотрим на толерантность окружающих тканей, и интенсифицируем дозу. То есть, мы заранее идем на послучивые осложнения. И не всегда они у нас развиваются. Например, толерантность хиазмы сейчас тоже существенно поменялась. Мы поняли, что мы слишком ее щадили, слишком ограничивали. Я бы сказал так, что эта работа направлена в первую очередь не сколько на повышение или увеличение дозы, а она направлена на то, как нам дозу оптимизировать. Может быть, где-то ее и не надо повышать, эту дозу. Может быть, мы достигнем более хороших результатов без интенсификации доз. Должен сказать, что таких серий, вот 132 очага, в мире не так много представлены. Анализ совершенно разный, показывает совершенно разные результаты. Наверное, я отвечу так. Мы должны дальше работать. Мы пока не готовы представить вам окончательный результат. Это пока промежуточный результат. Пока только промежуточный. Да. Очень хороший доклад. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Если можно, вопрос. Скажите, пожалуйста, проводили ли вы сравнительный анализ объема облучения и развития радионекрозов? Объемы облучения радионекрозов? Ну, я, наверное, шире отвечу, Тимур Айс, шире. Ведь вы понимаете, когда мы подходим к анализу по очагам, все вот эти параметры друг с другом так тесно увязаны, да, что говорит, что вот это более важнее, чем вот это, это очень сложно. Например, от объема дозы зависит доза, от объема очага зависит доза. Да, и эти два параметра очень сильно увязаны. И поэтому, когда приводим многофакторный анализ, каждый раз какая-то часть становится более значимым, чем другая связанная с ней часть. И очень сложно это представить. Я не могу сказать, что объем очага не зависит, не влияет на развитие радионекроза. Но объем очага влияет на подбор дозы, которую мы ему даем. Так что важнее, объем очага или та доза, которую мы ему должны дать? В данном случае минимальная доза все-таки является более важным параметром, чем объем. Потому что к объему мы можем подвести разную минимальную дозу, разный очаг. И не очень понятно, как это влияет. В данном случае минимальная доза более важна, чем объем. Хотя они увязаны. Это очень сложно. Вы поймите, Тимур Альсович, это пока предварительный результат. Мы их как бы первый раз показываем. И вопросов у нас к себе гораздо больше, чем у вас к нам. И еще один вопрос, если можно, что касается сопроводительной терапии. Ведь нет стандартных проведения биоцузумаба для снижения радионекроза. Как вы выходите из этой ситуации? Первый момент. Во-первых, давайте те клинические рекомендации, которые в 2016 году мы писали. Там все-таки про биоцузумаб мы прописали, который на сайте Минздрава есть. Можно, наверное, на них сослаться. Только не знаю, в какой степи они будут важны. Я думаю, что в 2019 году, наверное, сейчас пойдет пора, мы их будем обновлять. Конечно, биоцузумаб мы впишем. Это первое. Биоцузумаб оказался препаратом, который очень хорошо редуцирует подслучевое осложнение. Но вопрос к биоцузумабу не с точки зрения его эффективности, а когда его назначать? Сразу после? Или в процессе? Или в процессе? Или до, когда вы понимаете, что у вас будет эта ситуация? И как долго? И как долго? И насколько он будет эффективен в зависимости от времени его применения? Пока мы его применяем, когда развился рецидив. А может, его профилактируют лучше? Я не знаю. У меня нет ответа. А насчет дексаметазона? Это стандартная ситуация, мы от него не отходим никогда. Мы назначаем, держим, и в пределах месяца пациент получает дексаметазон в снижающихся дозах, если позволяет клиническая ситуация. Продолжение следует...